всем привет хочу поделиться маленьким опытом я только что сидел экспериментировал разные режимы печати усовершенствовал немного праймер свой для для лучшей печати то есть я в добавил сюда в состав еще немного липкого вещества для чего для того чтобы ворс немного сгладить то есть когда при термообработке ворсинки сделали более гладкую структуру ткани и прилипали то есть как бы и экспериментировал я экспериментировал с печатью но мне не нравится качество цветных чернил текстильных in system но не очень насыщенные желтые нормальные синий вроде хорошо красный красный ну вообще никуда не годится и я печатал печатал там больше меньше плотность чернил добавлял и тут случайно напечатал сначала вместо белой подложки просто на сразу напечатал цветом потом напечатал белую подложку а потом еще раз цветом и ура супер результат мне очень понравилось и очень яркие цвета равномерность цвета вот я решил полностью запромировал футболку и полностью отпечатать принт для того чтобы вам показать результат отпечатает такой принт видат подготовил интересно коктейль summer time в общем по плотности чернил цветом 85 по белому 100 значит профиль стоит акра dp38 204 color то есть все таки лучше вот этот профиль ставить ну в общем пробуем пробуем не сразу не белую подложку а цветом то есть три прохода цвет белый цвет и так беру я разрешение 2880 на 1440 значит в печати белый убираю первый проход цветом прям цветом по черному ну лучше получается получается что мы ложим цвет потом на цвет белый белый немного окрашивается снизу цветными черневым и потом сверху обратно же цвет в общем пробуем 1 1 проход цветом и и и и и и и то есть печатаю цветом по черному такую образует как бы подложку цветную для того чтобы лучше распределить равномерность цвета в общем пока печатается первый проход цветом видно потом белым и потом еще раз цветом и и так что у нас получилось у нас получилось у нас получилось цветом по черному естественную вы видите результат никакой но это как бы подстилка такая вот это чисто случайно я так отпечатал и мне очень понравилось так теперь накрываем вторым проходом по цветному белым 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 а потом и обратно цветом то есть я сразу ставлю на белое одну копию и на цветную ну как обычно все отправляем в печать теперь белая подложка обретет немного цветный цветной вид то есть она красится получается еще и снизу вот тем самым как бы будет лучшая плотность цвета и снизу и сверху а белые участки останутся не тронуты и 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 будет поможет очень сильно потому что ну сейчас посмотрите сами то есть видите накрываем белым прям по цветному отпечатку и белый даже снизу окрашивается уже в цветах не так что мы видим белая подложка уже на поле уже с цветом то есть как бы снизу проступает цвет и третий заход чисто цвет уже по вот так у нас получилось и 3 чисто цветом уже по повод так называемой белой подложки и посмотрим результат вот Продолжение следует... Получается очень ярко. В общем, мне понравился. Посмотрим. Намного лучше, чем просто белый и сверх... Ну, я же говорю, у кого хорошие чернила и результат получается стандартным методом, ну, это... Нет смысла. Но... Если чернила вас не устраивает, то попробуйте вот такой метод. То есть цвет, белый цвет. Результат вас должен удовлетворить. Более яркие цвета. Итак, что мы видим? Ну, это уже кое-что. То есть яркость, сами видите, но еще чернила не закреплены, но уже видно какую-то яркость. Видно, что красный, здесь красный, желтый. И еще, если вам недостаточно яркости, можно еще раз пройти цветом, но убавьте процент плотности где-то на процентов 30-35. То есть для того, чтобы как бы еще ярче сделать. Но здесь мне еще раз не надо. То есть мне устраивает вот такой результат. Сейчас я закреплю термопрессом и покажу, что получилось. Так, прессом я закрепил. Правда, я взял пергаментом, накрыл и видно немного сместилось. То есть как бы пергаментом стремновато накрывать, потому что при закрытии пресса немного смещается. И вот такие вот, ну я думаю, они могут отцарапаться. Ну, то есть видно, яркость цвета более насыщена, равномерность цвета. То есть как по мне, вот так намного ярче и намного качественнее получается отпечаток, чем просто белым потом цветом. То есть пробуйте, пробуйте. Мне, например, понравилось. Хотя если чернила хорошие, Дюпонт или Файерберт, то там достаточно плотности и насыщенности цвета для того, чтобы хорошо накрыть белую подложку и все получится ярко. Ну, если у вас чернила инксисты, пробуйте вот такой метод. И первая стирка, вот, для того, чтобы хорошо держался принт, первая стирка, но это рекомендуют все производители праймеров, просто стирается в холодной воде без порошков, без ничего. Для чего? Для того, чтобы убрать праймер из ткани. Вот, вы его растворяете в холодной воде, принт получается уже на чистой ткани, без праймера. Вот, и желательно повторную термообработку. То есть, когда футболка уже чистая, постирана в холодной воде, то есть праймера уже нету, можно повторный прижим прессом, либо утюгом через пергаментную бумагу повторную термообработку для еще лучшей адгезии полимера к структуре ткани. Вот, то есть, не стоит сразу бросать ее в горячую воду, порошок и так далее, и тому подобное. Первая стирка, запомните, должна быть в холодной воде без порошков. Надеюсь, эта информация вам была полезна. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok